Здравствуйте, меня зовут Катя. Мы продолжаем рассматривать линейку насосов торговой марки Вихрь. Сегодня я представлю вам циркуляционный насос Вихрь CN256. Циркуляционный насос обеспечивает принудительное движение жидкости в замкнутых системах отопления. Он представляет собой компактное устройство, всасывающее и нагнетающее функциями. Данный насос надежен, экономичен и прост в использовании. Он отлично подходит для использования в центральных отопительных установках, что дает эффективный обогрев помещения. Преимущество этого насоса – бесшумная работа, малые габаритные размеры, длительный срок эксплуатации и регулировка скорости перекачивания жидкости. В комплект входит сам насос, соединительные муфты, паспорт устройства. Температура перекачиваемой жидкости должна быть в диапазоне от минус 10 до 110 градусов Цельсия. Работа устройства в сухую не допускается. Насос состоит из чугунного корпуса помпы, алюминиевого корпуса электродвигателя, племной коробки с переключателем скоростей и импеллера, то есть вращающейся части двигателя. Крышка насоса изготовлена из чугуна, рабочее колесо из полимерных материалов. Устройство имеет три скорости работы. Регулировка скорости перекачивания жидкости даст возможность устанавливать требуемый тепловой режим, а это позволяет сжигать меньше энергии. На третьей скорости устройство потребляет мощность 90 Вт, что дает максимальный напор в 6 метров, о чем говорит цифра 6 в названии. Установка насоса должна проводиться после выполнения всех паяльных и сварочных работ, а также промывки труб. Для удобства использования рекомендуем установить запорные краны до и после насоса. Это облегчит дальнейшую эксплуатацию. А также на входное отверстие необходимо установить сетчатый фильтр-грязевик. Он не даст примесям и грязи повредить насос. Циркуляционный насос устанавливается в легкодоступном месте, чтобы его можно было легко обслуживать. Он должен располагаться так, чтобы вал двигателя занимал горизонтальное положение. Это связано с тем, что перекачиваемая среда должна охлаждать и смазывать вращающиеся части насоса. А это возможно только при горизонтальном положении вала насоса относительно поверхности пола. А для предотвращения образования конденсата и попадания воды клеммная коробка должна быть сверху или сбоку. Стрелка на торце крышки указывает направление потока. Для подключения следует использовать термостойкий трехжильный кабель с резиновой изоляцией. Поперечное сечение каждой жилы не менее 0,75 квадратных миллиметров. Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Сняв ее, протянем через специальное отверстие провод и подсоединим к разъемам. Зелено-желтую жилу к заземлению, синюю к N нулевому проводу и коричневую к L фазе. Затянем фиксатор на клеммной коробке. Кабель нужно проложить таким образом, чтобы он не соприкасался с трубопроводом, корпусом насоса, электродвигателем. Данная модель предназначена для труб диаметром 1 дюйм или 25 миллиметров, о чем говорит цифра 25 в названии. Перед включением нужно полностью заполнить водой систему и насос. Посмотрим устройство в работе. Для этого подсоединим к насосу вместо труб шланги. К выходным отверстиям прикрепим соединительные муфты. С одной стороны крепим штуцер, на него установим шланг, с другой кран, чтобы заполнить систему водой. Затем для удаления воздуха из насоса необходимо ослабить заглушку. После того, как воздух выйдет до конца, завинтите заглушку до упора. Подключим к сети и испытаем насос. Итак, за полторы минуты циркуляционный насос перегнал около 75 литров воды. Будьте аккуратны, в рабочем состоянии температура насоса может достигать 60 градусов Цельсия. При длительных простоях, например, в летний период, рекомендую включать насос на несколько минут 2-3 раза в месяц. Следите за нашими выпусками. Скоро увидимся. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok